Продвижение в образовательных рейтингах для Вьетнамского национального университета вопрос очень волнующий. Опыт ТГУ гости из Ханой считают впечатляющим, поэтому в свой очередной визит они изучили работу подразделений ТГУ, посетили лаборатории и центры превосходства. Ученых особо заинтересовали разработки в сфере естественных наук, в частности микробиологии и ботаники. Я считаю, что для нас очень важно создавать совместные программы, потому что многие из наших сотрудников проходили обучение в России. И наша система образования во многом похожа на российскую. У России и Вьетнама замечательные дружеские отношения. Ваш университет очень быстро развивается, для нас было бы полезно перенять этот опыт. Нас очень впечатлили человеческие ресурсы и условия и то, как организован университет. В частности, как организованы центры превосходства, такие как биоклимвенд. К этому научному центру делегация из Вьетнама проявила особый интерес не случайно. Исследования климата в стране очень актуальны. Здесь мы очень сильно друг друга дополняем. Сибирь — это действительно гигантская мегаустановка, в которой изменения климата надо изучать и легко изучать. Вьетнам — это чрезвычайно заинтересованный агент такого рода исследований, потому что у них последствия ощущаются очень остро. Вьетнам низко расположен. Там есть горы, безусловно, довольно много их, и возвышенности много, но все развитое побережье, и Ханой, в принципе, не так далеко от моря, и Сайгон не так далеко, Нячанг, Хайфон — крупные города. Поэтому, скажем, потепление, повышение уровня мирового океана их очень-очень сильно задевает. Кроме этого, гости из Вьетнама заинтересовались разработками в области каталитической химии и биоинформатики. Поэтому для обмена опытом ТГУ планируют подключать иностранных специалистов к университетским исследовательским группам, а также организовывают совместные программы по обмену студентами и магистрантами.